Дерево возрастом 198 лет, посаженное будущим писателем Иваном Тургеневым, упало накануне на территории музея Спаска и Лутовинова. По словам губернатора Андрея Кулычкова, какие-то действия в связи с потерей реликвии планируются, но в сообщении говорится только, что в музее есть запас саженцев-потомков дуба, некоторые из них трехметровой высоты. Что будут делать с самим упавшим деревом, не уточняются. 30-метровый дуб, посаженный, как считается, юным Иваном Тургеневым в имении матери, был вырван с корнем накануне в результате ураганного ветра. Тургеневский дуб был внесен в реестр старовозрастных деревьев, в этом году его признали главным деревом страны. В феврале Тургеневский дуб должен был участвовать в конкурсе «Европейское дерево года». Также сегодня в ближайших выпусках новостей. В аэропорту Челябинска самолет с 30 пассажирами выкатился со взлетно-посадочной полосы. По данным прокуратуры обошлось без пострадавших. До 11 увеличилось количество стран Евросоюза, где выявили штамм коронавируса «Омикрон». Пока, правда, это всего 44 человека. В МЧС Москвы предупредили опять о сильном ветре в городе. Подробнее об этом и о другом сегодня в течение дня. Спасибо, Игорь. Загруженность дорог 6 баллов. В первый день календарной зимы в Москве снежно и небольшой мороз. Днем в городе минус 3, минус 5. Будет идти снег. С утра сильный. Ночью 7 градусов мороза. Завтра в городе 24. Будет по-прежнему облачно. С утра сухо, к вечеру пройдет снег. И в конце рабочей недели ненадолго вернется оттепель. А вот в выходные снова подморозит. Это только начало. Привет. Это правда только начало. Я Владимир Аевский. Мария, привет. Да, доброе утро, Володя. Рад тебя видеть. Я тебя тоже. Пром-Эгипт. Хочется, знаешь, так сказать. Пром-Эгипт. Ту-ту-ту. Ту-берлин какой-нибудь. Это как врыв в песнях старого света. В общем, что хочется сказать традиционно в первую пятиминутку нашей программы. Это только начало. Продолжается судебный процесс над одной общественной организацией, которую я решил принципиально не называть в эфире, если у меня случайно не выскочит это, чтобы не прибавлять к этому, кем там ее признали и чьим агентом. Но, в общем, вы все прекрасно понимаете, о какой общественной организации идет речь. Она занимается архивированием и сохранением исторической памяти о политических репрессиях в нашей стране на протяжении 20 века и плавно перетекающих в 21. В общем, судебное заседание отложили на середину декабря, потому что там не дособрали доказательства того, что действительно надо ликвидировать эту общественную организацию. Но вот пока время есть, журналисты неравнодушные занимаются установлением некоторых деталей всего этого потрясающего процесса. Ну, в частности, обнаружились такие подробности о том, кто выступил экспертами. Потому что, чтобы признать, что, значит, организация-то плохенькая, да еще она оправдывает терроризм, необходимо не просто утверждение, хотя, в принципе, почему бы и нет, но необходимо не просто голословное утверждение, а еще и экспертиза. Так вот, эта экспертиза была заказана год назад, в декабре 2020 года, прокуратурой Москвы. И заказана она была у учителя математики Натальи Крюковой и переводчика Александра Тарасова. Действительно, у кого же еще заказывать экспертизу насчет того, вот одобряет конкретная организация терроризм с экстремизмом или нет. В общем, новая газета, замечательное издание, провело некоторое расследование в отношении госпожи Крюкова и господина Тарасова. Кем же они являются? Ну, это довольно потрясающая заметка. Я не знаю, как... Она довольно большая. Я не знаю, с какой стороны ее все-таки прокомментировать, но, на самом деле, эти очаровательные пары экспертов, госпожа Крюкова и господин Тарасов, выступают экспертами буквально во всем. Я не думаю, что, в принципе, сотрудники радиостанта «Серебряный дождь», собравшись целиком, накопят такое количество компетенций, которыми располагают эти уважаемые эксперты. Но, поскольку они не первый раз выступают в суде, то им случалось уже предлагать свою экспертизу. В частности, вот, было такое дело, дело свидетелей Иговой, и госпожа Крюкова, напомню, что она учителя тематики, выступала как религиовед. Было такое дело о половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Ну, не будем ничего конкретизировать. И тут госпожа Крюкова и господин Тарасов стали сексологами по этому делу, значит, выступили с экспертизой, как сексологи. Ну, чего, в общем, как бы не сексолог, но выступить могу, видимо, сказали Крюкова и Тарасов. Еще была, еще одна справка, еще по одному, значит, исследованию по делу свидетелей Иговой, и тут госпожа Крюкова выступила, как была сексолог, стала культуролог. Значит, было еще одно заключение по исследованию символики Третьего Рейха. И тут Крюкова и Тарасов выступили, как, внимание, барабанная дробь, социальные антропологи. Ха! Эксперты. Было еще одно заключение по свидетелям Иговой, и тут госпожа Крюкова выступила лингвистом. Ну, и еще некоторое заключение под номером 401-17. Там Крюкова и Тарасов выступили в парном катании и одновременно назвались культурологом, религиоведом и правоведом. Ну, в общем, чего, я вполне верю, что человеческий мозг, он может вместить в себя самые разные компетенции, в том числе и вот такое их количество. Значит, всегда суд принимает моментальные данные их экспертизы, ну, потому что люди одаренные и разносторонние. Ну, потому что люди же выступали и зарекомендовали себя с положительных позиций. Они просто разносторонние одаренные персонажи. Значит, ну, скорее всего, наверное, примут в этот раз, но было исключение. Значит, там было такое дело в вымогательстве взятки у президента Роснергомаша, господина Полихаты. И там, значит, снова призвали господу Крюкову, учитель математики, выдать свою экспертизу, и не приняли эту экспертизу, потому что было установлено, что Крюкова Н.Н. не обладает, цитата, специальными познаниями в области филологии и лингвистики. Но это ж, когда это было? Это ж было в 2014 году. За семь лет можно выучиться чему угодно, собственно, что, видимо, господа Крюкова и сделала. Напомню, что в середине декабря нас ждет повторное заседание суда по делу той самой общественной организации, которая, не хочу говорить, кем она признана, и вот в нем, очевидно, туда сторона защиты предложила вызвать тех самых людей по имени Крюкова и Тарасов, чтобы мы, наконец, посмотрели, ну, в общем, побеседовали с ними раз. Вообще интересно посмотреть на таких талантливых людей. Ну, я думаю, что мы все их увидим, а я решил просто в каждом своем, в каждом выпуске программы только начало напоминать, что идет вот такой суд над организацией, в общем-то, небольшой и довольно скромной. вся вина, которая перед обществом заключается в том, что она помогает обществу не забыть, откуда оно происходит. Вот и все, что я хотел на эту тему сказать. Но мы с вами скоро вернемся в эфир и продолжим с нашей обязательной программой. И я напомню, что трансляция идет на YouTube-канале Серебряного Дождя. Драма-кружок, драма-кружок по фото, а еще пехота. Там очень смешной комментарий от Александра из Москвы. Так, ну что, тогда объявляем победителя. А он есть? Ага, все, я тебя поняла. Прошу прощения, я же не слышала. По-моему, никуда-то не слышал. Нас слышали? Ну, короче, придется задержаться. Хорошо. Ну, тогда скажем, что мы объявим в следующий раз и повторим задание. Ну, у нас, в общем, по внутренней плече или по внутренней плече. Хорошо. Восстановиться после гриппа и коронавируса можно с плезу вместе с киселями 1. Киселями 1 при грязной кашей. Так, и Дугач 27 минут. А, прелестно. Доброе утро. У меня ощущение, что я информацию про этих спиртов уже слышала на Серебряном дожде. Андрей, мы ничего не скрывали от вас в предыдущей. Вы имеете в виду, что это повторение? Ну, это авторская программа уже была вот. Ну, да, но это прикольная инфа. Это только начало. Это только начало. Я, Владимир Аевский, вот тут смешной комментарий поступил от Александра из Москвы, чтобы напоминать телевизионное шоу про судебное заседание, где участвуют одни и те же актеры в разном амплуа. Так скоро они и судьями станут. Давненько я не смотрел таких шоу, но в целом это довольно тонкое наблюдение. Еще хотел напомнить, что традиционно всегда в любых медиа напоминает, что 1 декабря это день борьбы со СПИДом. Ну, в общем, на эту тему особенно сказать нечего. Я думаю, что слушатели Серебряных Дождя и сами прекрасно все знают, что должен знать образованный современный культурный человек о ВИЧ. Единственное, хотелось бы рассказать такую новость, мне кажется, симпатичную очень из Екатеринбурга, что сегодня можно сделать абсолютно бесплатный, бесплатный тест на ВИЧ. В трех местах на 8 марта 8-Б, в мобильном пункте у Ельцин-центра и в мобильном пункте у станции метро Уралмаш. А более то, сделавшие тест могут выиграть подарочный сертификат одного из партнеров акции. Ну, тут не будем уточнять, наверняка что-то приятное и настолько же безболезненное, как тест на ВИЧ. В общем, почему бы не воспользоваться этим, опять же, считаю банальным напоминать всем вам, но на всякий случай скажу, что проверяться на ВИЧ необходимо абсолютно всем, даже тем, кто живет с постоянным партнером и у кого в общем жизнь так выстроена, что кажется, что человек защищен со всех сторон. Но, на самом деле, вы знаете, что бывает все совершенно какими-то диковинными путями, поэтому почему бы собственно это и не сделать. Тем более, что это абсолютно не больно, не страшно и абсолютно безопасно. и как мы видим сегодня еще и бесплатно как минимум в Екатеринбурге. Я уверен, что в Москве и в других крупных городах тоже куча таких точек. В общем, спасибо большое тем, кто организовал эту штуку у нас в Екатеринбурге. Значит, сегодня довольно необычный эфир. Мне кажется, первый такой в истории программы это только начало. Знаете, по техническим причинам нашим внутренним сегодня не сможет выйти в эфир рубрика сокровища нации. Более того, мы даже не сможем объявить победителя прошлой недели и созвониться с ним. нашим внутренним внутрикооперативным причинам не серчайте. Мы в следующем выпуске ровно через неделю все это компенсируем. Тем более, что я, может быть, даже в следующий раз припрячу магнитик, например, там, где окажусь, а я улечу буквально через послезавтра увлечу в Кавказские минеральные воды. Вот. И побываю на родине многих наших постоянных слушателей. Привет вам большие постоянные слушатели. постоянные слушатели из городов, которые образуют кавказские минеральные воды, так скажем. Вот. А поболтать я хотел вот о чем. В том числе, воспользовавшись вашей поддержкой. Вы знаете, вот 91-й год, с момента которого исполняется 30 лет, с момента которого исполняется 30 лет в этом году, ну, много чего 30-летие мы отмечали. 91-й год выдался богатым на разные события. Тут вам и путь, и отделение разных республик, и независимость наших близких соседей, и распад Советского Союза, и чего только не произошло в 91-м году. Миллион разных событий. А я хотел поговорить даже вот не столько о событии, которые непосредственно связаны с этим годом, а о событии, которые, ну, как-то, наверное, интенсифицировались в этом году. Так вот, я бы хотел поболтать с вами про Горбушку, или, ну, даже если вы не живете в Москве, вы наверняка, у вас в ваших городах были места, где продавались видеокассеты, пиратские, переписанные откуда-то, перегнанные по кабельному телевидению, музыка, пласты, все-все-все, что угодно. Но вот я хотел с вами поговорить именно о кино. Расскажите, пожалуйста, нам в сообщениях, присылайте их на плюс 7 903 797 6333 Напишите, пожалуйста, истории, вот как вам удалось раздобыть какой-то редкий фильм, или вы на Горбушке, или, ну, вот у нас в Екатеринбурге это был Коск Россия на улице Высоцкого. Хорошо, а как это называлось? Место, где Коск? Коск, да? Культурный, оздоровительный, спортивный комплекс, какая-то там аббревиатура мало имеющая отношения к Терминатор 2, но, в общем, большое просто, большое место, где, видимо, там были тренировочные площадки для волейбола, пионербола. Я почему тебя спросила? Мне кажется, в разных городах это место по-разному называлось, потому что как-то мне слушатели писали, я не помню, что за город, но называли это Балкой. Балка? Балка, да. Я не знаю, почему Балка. Слушайте, Балка — это какой-то вид ландшафта, по-моему, это такой овраг. Окей, тогда это было на ландшафте, ну, в Балке. Короче, это овраг. Да, с этой точки зрения, Видимо, там удобно прятаться от тех, кто не хочет, чтобы ты продавал разные видеокассеты. В общем, расскажите, пожалуйста, какой фильм вам удалось раздобыть, какая удача вас постигла, какое открытие вы для себя сделали, может, вы посмотрели какое-то кино, которое вы давно хотели увидеть, может, вы увидели какое-нибудь кино, которое вообще было не купить в Советском Союзе, потому что там, не знаю, женщины голые, или мужчины, или там кто-нибудь целуется не тот, или что-то там было такое ужасно-антисоветское, а вам удалось эту кассету раздобыть. Расскажите, пожалуйста, что вам удалось таким образом увидеть. А я вам взамен, ну, во-первых, я почитаю, конечно, ваше сообщение, лучшее такое сообщение, я награжу билетами кое-куда, я расскажу тоже, на какой спектакль, мне нужно будет время, ну, чтобы рассказать об этом поподробнее, а еще расскажу вам про историю нашей горбушки, она, по-моему, довольно симпатичная у нас в Москве, ну, тем более, что я думаю, что из Москвы у нас тем же жить в Кавказских Минеральных Водах. Кто-то и в Москве живет, поэтому вам, может быть, это будет любопытно. В общем, ну, вот, все началось, как часто бывает в Москве, с какого-то события довольно далекого. Был такой самолет, советский истребитель 30-х годов, видите, как издалека я начинаю, назывался он Р-6. К 30-м годам, ну, к середине 30-х годов он устарел и был превращен истребитель просто в пассажирский самолет. И на нем перевозили разных людей, но поскольку пассажирские авиаперевозки были тогда еще не повсеместными, не тотальными и не такими доступными, то перевозило на основном начальство. Так вот, 5 сентября 33-го года самолет АНТ-7, который стал таки, АНТ-7 из этого Р-6, потерпел крушение под городом Подольском, такого города Московской области. Там было 8 человек на борту, в том числе 31-летний директор Московского авиационного завода номер 22 по имени Сергей Горбунов. Сергей Горбунов был действительно молодым энтузиастом, видимо, еще, знаете, порыв тех рубежа десятилетий 20-30-х годов, когда, значит, вовсю назначали молодежь, двигали их, давали возможность что-то там придумывать. Это происходило все одновременно со всеми жуткими процессами в нашей стране, но вот из песни слов не выкинешь. Он был диким красавцем, судя по фотографии, одним из организаторов авиационной промышленности в Советском Союзе, и еще незадолго до смерти он успел инициировать постройку довольно грандиозного дворца культуры при заводе, который возглавлял тот самый московский авиационный завод номер 22. Дворец этот задумали, естественно, конструктивистским, на рубеже опять же 20-30-х почти вся архитектура была еще авангардной, очень прогрессивной. Архитектор Яков Корнфельд в общем постарался и придумал довольно клевые здания, оно было очень симпатично спроектировано, и кроме того это был очень большой ДК. То есть представить, что это просто ДК при заводе довольно сложно до сих пор. Но поскольку это был ДК все-таки при заводе и еще и при авиационном заводе, то если посмотреть сверху на него, ну вот можете через Google Maps например это сделать или там через Яндекс.Карты, то увидишь, что он напоминает заходящий на вираж самолет, причем так заходящий, что у него видно только одно крыло. Может быть, с учетом того, как это причудливо сформулировано наблюдательными людьми, может быть, ничего это не напоминает, просто хотелось верить, что это что-то авиационное. Ну вот, назвали его естественно памяти Сергея Горбунова, того самого директора завода, который погиб в этой авиакатастрофе. И это был обычный рабочий клуб, в общем, до перестройки. Хотя, там с 60-х годов завод, при котором состоял этот клуб Горбунова, был уже не авиационный, это был завод имени Хруничева, и там выпускали ракетно-космическую технику. Ну, в общем, вы все прекрасно знаете это место, даже если никогда его не видели, но наверняка слышали, завод имени Хруничева. И этот, для Горбунова, был рабочим клубом при нем. В общем, там даже показывали всякую там самодеятельность, без особого намека на там совершенно секретность и все прочее. При этом, это была такая площадка театральная, альтернативная для разных театров. Там в 70-е годы и театр Современник выступал, и театр Вахтангов, и всякие гастроли там были. В общем, все что угодно. Большая, очень удобная площадка, ну, может быть, не в самом центре по тогдашним особенно временам, но, в общем, большой, крутой зал, спроектированный серьезным архитектором. Вот. А что дальше с ним начало происходить, я расскажу после того, как почитаю немного ваши сообщения, которых нам попало уже довольно много. Значит, балка в Новосибирске, это барахолка. Похоже, это вообще сокращение от барахолки почти везде. Ага, видимо. Вот Андрей пишет из Тюмени, балка это заросший овраг со сглаженными склонами. Да, значит, я был все-таки прав. Но балки, на которых продавались в ВХС, это от барахолки. Наверняка. Наверняка все-таки. Это был уже 2007 год. Ох, какие давние, какие недавние годы. Я готовилась поступать во ВГИК и зашла в пиратский магазинчик, попросила, это очень смешная история, дорогая Марианна, 30 лет, Москва, и попросила железнобетонную конструкцию режиссера Стэнли Кубрика. Продавец помолчал и спросил, может, все-таки цельнометаллическую оболочку. Не знаю, как он не рассмеялся. Я тоже. Я вот рассмеялся. Но это очень милая и очень клевая история. Спасибо большое, Марианна. Сергей пишет смешное. Видока у меня не было. Я ходил в видеосалон на боевики и на эротику, а чтобы выглядеть как 16+, я рисовал себе усы. Класс! А есть фотка? Пришлите. Значит, Новосибирский рынок медиа. Так, это назовем в 90-е нулевые и сейчас называется Чекалдой, потому что находится на территории ДК имени Чкалова. Вот видите, как авиационная идея, она через через Уральский хребет в самое сердце Сибири попала. Здравствуйте. Только что проехала рядом с Коском на ЖБИ. Так необычно слушать про это место по любимому радио и приезжать рядом. К сожалению, в 90-е я тут не жила и по теме ничего рассказать не могу и на ИКБ. Видите, значит, это судьба наша. Давайте у нас, пожалуйста, слушать, дорогая Инна. Павел из Москвы пишет, что в 98-м, в 99-м бегал по горбушке в парке УДК Горбанова и искал хоть что-нибудь из концертов группы Декиоя. Чудом удалось купить пиратские копии концертника под названием Плей Аут. До сих пор, кстати, мой любимый концерт группы. Чей? Декиоя. Твой? Павла. А, Павла. Мой любой, другой любимый у Киоя. Но это тоже хороший. 22-й завод сейчас в Казани, до сих пор А уточните, пожалуйста, кого? Хруничева или Горбунова? Ох. Омск на связи. Балка это Вандратата. На Толкучке или Хитром рынке доставались у нас редкие кассеты-пластинки. Серьезно, Хитрый рынок это называлось? Очень-очень мило звучит. И, ну, как понимаете, немножко по-московски, потому что у нас есть старинный район Хитровка. Так, казанцы сейчас напишут нам имени кого у них 22-й завод. В 94-м году купил кассету с фильмом «Водный мир», как позже оказалось, еще до премьеры фильма. А-а-а, класс! Дело было в провинциальном городе в Казахстане. Пиратская копия была сделана на основе украденных материалов на этапе монтажа. Дмитрий Красноярск. Чем закончилось, Дмитрий? Тем же, что в оригинале? Или же нет? Или мы сейчас узнаем авторские варианты. Они могли быть, знаешь, как первая версия концовки, вторая, третья. Вадим Калининград пишет. «Привет, в Калининграде Кёнинге это место называлось Талон. Это сквер задыка рыбаков. 70-80-е это пластинки, джинса и прочее. Многие привозили моряки из-за гранки. Подозреваю, Вадим, что вам в Калининграде было чем поживиться, учитывая расположение вашего города. А вот Талон. Вы не знаете, почему? Почему это место Талон называлось? Константин, из Челябинска. В Челябинске было место на локомотиве. Там торговали всем от антенн до батареек, до редких пластинок и телевизоров. Контингент абсолютно различный, от бывших диссидентов до жуликов. Мне повезло дважды, и оба раза выкупал свою же панель от автомагнитолы. Господи, а какой город? Челябинск. Ничего себе, такой большой город, и ваша панель оказывалась каждый раз в одном месте. Класс. Павел из Москвы пишет. Помню, как в 98-99 бегал по горб... А, это же ты читала, простите, Павел. Так, Балка в Харькове. О, привет, вы нас из Харькова слушаете? Очень приятно. Так здорово, да, очень приятно, особенно некоторым. Находилась на границе двух районов, удобно было перебежать в другой район от милиции. А, потому что они начинали зевать сразу же, как только беглец оказывался в районе другой юрисдикции, милицейской. Да, могу понять. А я искала в 95-м году, это не я, Алексей пишет, на горбушке фильмы «Солнце не спящих». В трех-четырех местах искали в разделе «Эротики». Только в... Ой, наверное, Т-9 что-то изменил, не могу понять. Только в комке корейцев или китайцев нашли то, что надо. Фильм был Теймураза Баблуани. Интересно. Сергей пишет, вот это вообще интересно, я ничего подобного про это не знал. В 78-м году на площади Киевского вокзала существовал ДК железнодорожников имени Горбунова. Старинное маленькое здание с колоннами. Теперь вы там нет, вы знаете что-то об этом? Нет, Сергей, не знаю, спасибо огромное, что рассказали. Я, конечно, погуглю, но, ну, или почитаю в всяких там книжках, поищу старые фотографии, вообще довольно причудливо это как-то звучит, потому что ДК железнодорожников в Москве есть, и он на площади трех вокзалов, имени Горбунова кое-что уже есть, и мы знаем, что это та самая Горбушка, про которую я начал рассказывать, а вот что это, не знаю, вы представили нам ссылку, спасибо большое, я все посмотрю. Ну, вот как раз у меня сейчас будет время на это взглянуть, потому что я предоставляю вашему вниманию Лику Дугач и ее съедобные факты, а также музыку от Серебряного дождя. Не переключайтесь.